Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Мы по-прежнему работаем из студии «Радио Россия», но уже появилась надежда, что скоро вы сможете напрямую общаться с нашими гостями, и мы будем выходить в прямом эфире. Надежда эта, конечно, связана с тем, что предпринятые правительством эпидемиологические меры дают свои результаты. Уже появляется коллективный иммунитет, выпущена вакцина, и во многих регионах началось вакцинирование, поэтому, дай бог, мы с этой напастью справимся. Москва вовсю готовится к Новому году, идут съемки праздничных концертов, новогодний «Голубой огонек» и, конечно, традиционно «Песня года». Вот как раз на эти съемки прилетел наш сегодняшний гость. Это молодой певец, но уже знаменитый, называют его мировой знаменитостью, казахский певец Димаш Кудайберген. Добрый день, Димаш! Здравствуйте! Мы очень рады вас слышать. Я понимаю, что в эти дни у вас напряженный график, поскольку все хотят взять у вас интервью. Вы, по-моему, мелькаете во всех телевизионных передачах. Будете мелькать, потому что очень многие вас записывают. Но я надеюсь, что наш разговор будет обстоятельным, и мы услышим не только песни, но и немножко больше. Приоткроете завесу, расскажете о себе. То, что вы в раннем возрасте, можно сказать, стали заслуженным артистом Казахстана, это очень почетное звание. Вот давайте начнем с того, как это случилось, и что для вас Казахстан, что определило ваш выбор дальнейший именно в эстраде? Ну, конечно, звание я получил в 25 лет. В 25? Димаш, вы знаете, наши артисты получают такое звание, когда уже далеко за 30. Поэтому то, что вы получили в 25 лет звание заслуженного артиста Казахстана, это потрясающе. По-моему, у вас родители тоже это звание имеют? Они связаны с музыкой, с культурой. Так что вы сравнялись. И расскажите, пожалуйста, о вашей любви к музыке, с чего началось. Конечно, все начинается, наверное, с семьи. Ваш отец руководил отделом культуры, мама работает в филармонии, по-моему, певица, сопрано, да? Отец руководил, да, отделом культуры в Активинской области. Это было где-то 3-4 года назад. И он подал в отставку, потому что он все-таки творческий человек. И ему хотелось, с одной стороны, быть рядом со мной, помогать мне, потому что я начал констролировать по миру. Где-то около 3 лет жил в Китае. И отец частенько прилетал ко мне. И родители тоже прилетали на мои сольные концерты. Вот как-то так. И насчет Казахстана хочу сказать, что это моя родина, это моя любовь. Казахстан всегда останется в моем сердце. Конечно, будучи большим патриотом своей страны и гражданином Казахстана, могу только сказать, что я горжусь своей страной. Люблю казахскую музыку, люблю всех казахов. Конечно, я ко всем людям одинаково отношусь. Я люблю всех людей независимости, какой нацию они представляют. Потому что я считаю, что все люди равны, перед Богом. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Вы даже прославились исполнением песни «Я казах». Да, вы выступали в ЮНЕСКО, исполнили эту песню «Я казах». Чем еще больше влюбили в себя граждан своей страны. И ценно то, что во все песни, которые вы исполняете, вы вносите свой национальный неповторимый колорит. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы учились в музыкальной школе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я считаю, что каждый артист должен заботиться о том, чтобы поддержать свою форму, чтобы голосовые связки всегда были в тонусе. Надо об этом заботиться и надо заниматься вокалом тоже. Даже сам великий Лучано Поворотти, будучи уже в 70-летнем возрасте почти, он занимался с педагогом по вокалу, потому что артисты, вокалисты никогда себя неправильно слышат. Им всегда кажется, то есть нам всегда кажется, что мы очень красиво поем, очень все хорошо делаем, но на самом деле со стороны видней. Родители сопровождают вас в ваших турах или вы уже самостоятельно ездите, иногда только их приглашаете на концерты? Нет, конечно, я езжу самостоятельно. Допустим, на протяжении пару лет я гастролировал со своей командой в Пекине, с пекинской командой. Но мои родители сопровождают меня на больших концертах насольных. Это огромная поддержка, потому что на сцене очень важно чувствовать вот эту связь со своей семьей. Мы неразлучны фактически. Мы каждый день созванивались, когда я был в Китае. Очень волнительно, когда ты стоишь на сцене и в зале спят твои родители. Это вдвоем ответственнее, но приятнее намного. Димаш, у вас такие переполненные залы, стадионы, восторженные девушки, которые буквально пытаются каждый кусочек одежды заполучить. А уж когда вы проходите между рядами с песней, я видела в Кремлевском дворце, как они просто выходили из себя, что не могут до вас дотронться, тот, кто сидел дальше. Вы спокойно относитесь к такой безумной популярности? Или все-таки это вас тоже греет и заставляет брать новые высоты? И вообще это как-то меняет вас? Ну, во-первых, к таким моментам спокойно относиться невозможно практически, потому что это очень отрадно и радует. И я прекрасно понимаю, что в мире очень много талантливых певцов, талантливых вокалистов, но так Бог захотел, Аллах захотел, чтобы именно моя карьера пошла в гору. И я понимаю прекрасно, что это временное дело, так скажем. Отец должен понимать, что в любой момент может начаться спад. Пад карьеры. И для меня очень важно, чтобы на царе моей карьеры люди запомнили меня достойным, приземленным человеком, потому что я не маленький мальчик, который не понимает, что он натворил, с чем связался. Я понимаю, что у меня есть слушатели, я понимаю, что они меня любят. Просто я к тому, что этот путь, путь певца, я хочу пройти достойно. Благодарен всем зрителям, которые меня поддерживают, всем людям, которые меня поддерживают. Очень много талантливых артистов во всем мире. Мы это прекрасно понимаем. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас молодой знаменитый казахский певец, которого уже называют мировой звездой, Димаш Кутыбингер. Димаш, вот вы сейчас рассуждали о том, что певец должен всегда помнить. В любой момент может измениться судьба, может сцена оказаться уже не такой притягательной, как была в начале пути творческого. И поэтому нужно, наверное, вы имеете в виду, иметь и какую-то еще специальность, чтобы потом перейти на другой уровень работы. Я не знаю, я насчет этого... Но если вы собираетесь защищать диссертацию, наверное, вы где-то думаете, что потом, может, надо будет преподавать, может быть, что-то изменится. Хотя пока у вас такой... Просто вы как бы рано об этом задумались, потому что у вас такой сейчас восходящий путь звездный, и стадионы, и огромные дворцы, и поклонницы. Поэтому странно, что молодой человек начинает уже думать, что не всегда все может быть так. Это очень мудро, может быть, в этом мудрость и вашего эпоса народного, и вашей семьи, потому что это очень, по-моему, глубокое и правильное отношение к жизни и к эстрадной карьере. Спасибо большое. Да, хотя вот я удивилась, прочитала, что вы отказались от оперного пения. Вас приглашали петь в национальной опере, и все предпосылки для этого есть. Вы все-таки отказались. Почему? Ну, потому что я учился на оперного вокалиста, потому что я должен был получить образование достойное, азы классического вокала. В любом случае, я понимаю, что меня больше привлекает неоклассика. Это стиль, где классика элементами сраного вокала, рокового такое. Это такой микс. Вот. Я в этом направлении хочу дальше работать. То есть не будете... Да, спустя несколько лет, наверное, у меня будет другой взгляд по поводу этого вопроса. Возможно, я в будущем буду тоже работать в театре или на эстраде. Пока не знаю. Ну, вам пока эстрада интересна. А кто для вас кумир? Какие имена вам дороги? И к какому уровню вы хотели бы приблизиться к пению? Конечно же, это Селин Дион. Конечно же, это Майкл Джексон. Луча на повороте. Самый знаменитый оперный певец. Да, я хотела сказать, что это уже опера. Мне очень нравится слушать Андрея Бачелли. И очень люблю творчество группы Queen. Есть еще несколько рэперов, которых я не отказался бы послушать. Эминем, например. Вас узнали и полюбили и в России. Россия тоже богата своими оперными певцами и замечательными голосами. Кто-то есть у вас из любимых певцов? Конечно же, Дмитрий Хворостовский. Это тот гениальный артист, которого мир, надеюсь, уже никогда не забудет. Потому что он пел душой. Действительно, когда слушаешь Дмитрия Хворостовского, ты понимаешь, что профессия вокалиста полностью оправдана. А старшего поколения наших оперных певцов вы слышали? Козловского, Лемешева. Козловский, Лемешев. Я даже в колледже пел из репертвора Лемешева. Арию Ленского. Шаляпин. Конечно, Шаляпин. Он невероятный. Я думаю, еще, может быть, к вам придет этот интерес к оперному искусству. И после эстрады вы попробуйте себя и на оперной сцене. Во всяком случае, например, Сергей Яковлевич Лемешев начал выступать в Большом театре в 30 лет. Димаш, а как вы оказались в Китае? Почему так прочно ваша сейчас музыкальная судьба связана с Китаем? Ну, я с ранних лет выступал на международных конкурсах. И как-то так само собой получилось. И в Китае узнали, об этом пригласили. И я принял участие на этом проекте «I'm Singer», который перевернул мою судьбу. Все это произошло очень быстро. После выхода в эфир первого тура, на следующий день я понял, что меня начали узнавать на улице в Китае. И дальше пошло вплоть до того, что мы полетели на престижные музыкальные награды, как MTV Music Awards в Азии и в Америке Music Awards. Все случилось очень быстро и неожиданно. Как бы мы сейчас не стали бы говорить, что были к этому готовы, что мы шли к этому на протяжении нескольких лет. Конечно, ожидал я всего этого, конечно, мне всего этого хотелось, но я как реалист понимал, что возможно, ну, в жизни все возможно, понимаете. Но это вы, наверное, поняли уже, когда почувствовали успех. К успеху нужно идти долгим и трудным путем. Вам было трудно учиться или это все так легко для вас прошло? Я знаю, что трамплином был Славянский базар, и для вас тоже была неожиданность, что вы там получили гран-при. И неожиданно вы спели «Беловежскую почву». Вы раньше знали эту песню или перед выступлением вас ее попросили выучить? Я с детства знал эту песню. А у вас в семье на русском языке говорили? Потому что все-таки уже годы вашего рождения, когда русский язык не так был популярен на постсоветском пространстве и старались учить английский, французский. Я знаю, что вы на восьми языках поете, да? Ну, стараюсь, по крайней мере. Вам три года было, когда уже рухнул Советский Союз, и страны стали обосабливаться и все-таки стараться изучать европейские языки. А у вас в доме русский язык в ходу? У вас разговаривают на русском, читают на русском? У нас такой жесткий закон. Дедушка и отец, и бабушка, и мама всегда нас заставляли говорить на казахском языке. И я читаю это правильно, потому что каждый народ, в первую очередь, должен уважать свой язык и стараться побольше разговаривать на своем родном языке. И будучи казахом, я очень рад тому, что в такое трудное время я стал казахскоязычным парнем. Ну, уже, наверное, не казахскоязычным, потому что и в Америке, и в Европе вас знают, и вы поете на разных языках. Вот я только что сказал на восьми языках, да? Ну, поюты, да, но... Французский, испанский, ну, не значит, что вы их знаете. А итальянский? Для оперного пения, конечно. В первую очередь, итальянский надо знать. Да. Когда я еще учился в колледже, мы всегда пели на итальянском языке. И пели русские романты тоже. И пели на немецком, на французском, на итальянском. И все-таки давайте сейчас послушаем ваше исполнение на итальянском языке песни Олимпика. Слова Лилии Виноградовой, музыка Игоря Крутого. Слова Лилии Виноградова 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 Дадидал Дадидал Слова Лилии Виноградова Слова Лилии Виноградова что вот эту песню я петь не буду, я хочу спеть «Дай дедал». Вот они попросили меня, чтобы я спел другую песню, и они сказали, объяснили это тем, что все-таки казахский язык... Но ограничено до пользования. Да, 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 да. Вот. Гордость не позволяет сказать. Конечно, казахский язык, это же пока что не английский язык, хотя он очень богатый язык, но он малоизвестный. Очень напевный. У вас очень красивые песни. Очень красивый язык. Я люблю этот язык. И потом они старались аргументированно все мне объяснить, что «Славянский базар» — это та программа, которую смотрят на всех территориях бывшего СССР. В том числе и в Казахстане, да. Да. И я все-таки смог их убедить в том, что «Дай дедал» будет смотреться выигрышнее. Я просто сказал, типа я пою «Дай дедал», либо я вообще не пою. Молодец. Характер есть у вас, да? Характер, да. Не ангельский, так скажу. Нет, ну такая настойчивость. Я благодарен организаторам за то, что они поняли меня с улыбкой, так на лице помогли исполнить мою мечту. Добрые люди оказались. Представляю, как вас встречали в Казахстане, и какое ликование было, когда эта песня прозвучала на казахском, да? Да, я помню эти моменты. И вы, по-моему, стали первым лауреатом стипендии президента Казахстана. Да. В становлении нужна всегда помощь, и нужно опираться или на учителей, или на свою страну, если вы представляете за рубежом. Как у вас складываются отношения с властью? На своем примере я могу сказать то, что я занимаюсь своим творчеством. Карантин как вы? Вот просидели дома, или все-таки вам удалось выехать в другую страну и выступать дальше? Если честно говоря, то я просидел в студии, работал. Альбом сделали? Альбом сделал, и когда вот говорят, что правительство должно поддерживать артистов, то, не знаю, какой-то спорный момент, потому что они все равно за артистами не поют. Допустим, в моем случае я начал собирать аудиторию, благодаря конкурсу. Они же за меня не пели. И, в принципе, у нас в Казахстане стараются поддержать молодых дарований. Часто молодым артистам, ведь пока они устроят свой быт, приходится очень много. И халтурить в том числе, и подрабатывать. Или вы настолько популярны, и у вас так хорошо идут концерты, что вы ни в какой поддержке не нуждаетесь? Меня поддерживали мои родители, мои друзья, потому что у меня немного другая история была. Вы в семье не один ребенок, у вас есть еще и сестра, брат. Они занимаются тоже музыкой, или они выбрали другую профессию в своей жизни? У меня родная сестренка учится на врача, у нас в Астане. Братишка учится в детской школе, при моем университете. То есть тоже музыкой занимается? Я не знаю, где я захочусь. Понятно. Музыкой занимается. Вы сказали, что всю пандемию, весь этот тяжелый период, который, к сожалению, еще пока продолжается, вы просидели в студии. Что удалось сделать за это время? Ну, я записал несколько песен, снял пару клипов. Впервые в жизни попробовал себя вроде режиссера. Не знаю, насколько успешно, но мне не очень понравилось. Не очень? Ну, знаете, почти, не то, что почти, мне кажется, все еще не было того момента, где я мог бы себя похвалить за проделанную работу. Мне всегда что-то не нравится. Я всегда нахожу какие-то минусы. А клипы выйдут, или вы просто себя попробовали? У вас есть команда, есть продюсеры, есть люди, которые могут оценить, чье мнение будет вам дорого. Или просто вы пока так в собственном соку? Песня называется «Кайранелем». На каком языке? На казахском языке. И мы написали эту песню. Точнее, композитор Ренат Дайсин, очень известный у нас в стране композитор, написал эту песню. Мы на тот момент находились вместе на студии. И песня о том, что я разделяю кори своего народа. Перед пандемией погибло очень много людей. И мы хотели посвятить песню. Какая сейчас обстановка в Казахстане? Пошла пандемия на спад, или пока еще все-таки тяжело? Честно говоря, я не в курсе. Но нас до сих пор предупреждают о том, что мы должны заботиться о своем здоровье. То, что контактировать нельзя. Все это сохраняется в эти моменты. А концерты были у вас за это время? Совсем не было? Ни одного концерта мы не провели за эти 9 месяцев. Потому что мне пришлось вплоть до того, что свой тур, турне, который называется Арнал по миру, нам пришлось ее прервать. И я ни о чем не жалею, потому что здоровье людей превыше всего. В какой стране вы прервали? Последний концерт прошел в Киеве. А на украинском вы поете что-то? На украинском я тогда на концерте стоял песню «Чернодрисцы». Мне хотелось сделать какой-нибудь легкий сюрприз для своих украинских слушателей. И за пару часов до концерта я все-таки звучал эту песню. Вы заранее подготовили ли это был экспромт? Экспромт. Полный. Вам кто-то посоветовал? Кто вообще с вами ездит на гастроли? Кто выстраивает концертную программу? Постоянный человек или у вас каждый раз разная? Сначала устраивали мои концерты мои китайские партнеры. Моя команда в Китае. Мы провели несколько концертов. Потом сейчас организацией занимается Хизри Аюгвич. Он житель России. Вы планируете в ближайшее время концерты? Ну, надеемся, что ситуация изменится и будет не 25% зрителей в зале, а больше. Но, тем не менее, как-то планируете? Я сейчас, честно говоря, очень хочу провести концерт. Очень хочу. Я очень соскучился по выступлениям, по зрителям. Но я не могу на это решиться по причине того, что люди могут заболеть. Это здоровье зрителей, здоровье людей. Оно на данный момент для меня важнее. На концертах мы еще успеем погулять. Так что придется потерпеть. Какие-то виртуальные записи вы делаете? Потому что у нас многие артисты выступали со сцены Большого театра, из других сцен, в пустом зале. Но они пели, и телевидение это транслировало. И поэтому почитатели, и любители их творчества могли все это увидеть. До этого момента был немного непонятным. И за счет этого я много думал по этому поводу. И только недавно мы пришли, потому что все-таки стоит провести онлайн-концерт. И он пройдет 16 января на сайте TixArt, американский портал, который транслирует концерты. И будет новая программа? Да, будет новая песня. Вы знаете, я была на вашем концерте в Кремле. Конечно, это был оглушительный концерт. Особенно поразило то, что билеты были проданы на первый концерт. Это первый ваш концерт на такой большой сцене был в Москве. И сразу же был назначен второй концерт, потому что очень много желающих осталось неудовлетворенными. Они не смогли купить билеты. Шеститысячный зал. И на второй день шеститысячный зал был такой же переполненный. И тот же восторг. И тоже огромное количество цветов. По-моему, вы не успевали передавать их своим помощникам. Но мне показалось, что выступая на кремлевской сцене, вам нужно было немножко больше иметь песен российского репертуара на русском языке. Потому что, ну, все-таки Кремль, сердце большой страны. И хотелось, конечно, услышать при вашем таланте, вашем голосе, вашем знании русского языка. Вот мне показалось, что в репертуаре у вас практически нет русскоязычных песен. У вас, по-моему, две или три песни, да, на русском языке? Кажется, да. А почему? Русский зритель очень-очень благодарный и благодатная почва для дальнейшего творчества, я думаю. Россия огромна, и традиции, и эстрадные песни, и, конечно, классическая, также имеют не одно десятилетие. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вы более плодотворно работали с российскими композиторами. У вас очень удачная, по-моему, работа с Игорем Яковлевичем Крутым была. Песня «Любовь уставших лебедей». Ну, а, конечно, мне напоминает ставший знаменитый еще с 80-х годов песню Евгения Мартынова «Лебединая верность». Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Хорошо, что приходит новое поколение, и эта тема продолжается, и идет такое эстафета во времени и в музыке. Все продолжается. Да, я, конечно же, очень благодарен Игорем Яковлевичу Крутому. И вот эта песня «Любовь уставших лебедей» поребилась многим, и она мне очень-очень нравится, конечно же. И мы должны понять, что Игорь Яковлевич — это первый композитор из России, с кем я начал сотрудничать. До этого я работал только с китайскими, с корейскими, с европейскими, с американскими композиторами, и, конечно, соответственно, пел на их языках. И с Игорем Яковлевичем мы начали сотрудничать примерно два года назад. Вот за это время мы выпустили несколько песен. И «Любовь уставших лебедей» песня «Знай». Вот скоро на подходе третья песня на русском языке. И, конечно, я благодарен всем своим российским слушателям за то, что они поддержат меня и стараются подарить свою любовь. Я это все чувствую. Невероятно благодарен им за это. Зрители вас любят. А как отношения с коллегами по сцене? У нас наш российский шоу-бизнес довольно сложный. И то, что вы поете живьем, и то, что вам, как говорится, все аккорды для вас доступны, и любая тональность, наверное, это многих удивляет, а кого-то и огорчает, потому что вы становитесь вне конкуренции. Вот как сложились отношения на нашей эстраде? Не знаю я, потому что, наверное, начнем с того, что я все-таки казахский исполнитель, и мой взлет случился не в России, поэтому у меня нет такого общения с российскими артистами. Только по этому поводу, я думаю. А в России среди артистов очень много хороших людей. Я, например, могу подчеркнуть Николая Баскова. Какой человек светлый, например. Он очень добрый. Вы с ним подружились? Ну, ко мне он очень хорошо относится. Я, соответственно, к нему тоже очень хорошо отношусь. Очень уважаю как народного артиста, как и человека. И Игорь Яковлевич, например, очень простой, несмотря на то, что он действительно крутой. Да, да, он соответствует своей фамилии. Александр Серов задолго до вашего такого потрясающего взлета, только первый раз, когда вас увидел, он сказал, он будет мировой звездой. И приятно, что его пророчество сбылось. Они раньше ведь много работали вместе с Игорем Яковлевичем. Вы, по-моему, что-то поете из их репертуара. Да, я спел песню «Любовь, похоже на сон». На концерте посвященной творческой деятельности Аллы Борисовны Павачёбы. И Игорь Яковлевич позвонил мне и предложил вот эту авантюру. И, конечно же, согласился. Но понимал, что перепеть оригинал все-таки получится, потому что эта песня полюбилась всем благодаря голосу Аллы Пугачёвой, её мастерству. Но я старался спеть её со своей историей, приподнести так, чтобы это звучало немного по-другому, чем оригинал. Ну так и должно быть, конечно. Вы своё прочтение дали. Скажите, а что сейчас вы представите, что мы услышим на песне года? Будет новая песня. Называется «Я скучаю по тебе». Автором слова выступил Игорь Николаев. Музыку точнил Игорь Крутой. Наша передача подходит к концу. Времени мало. Я слышу, как разрывается ваш телефон. Поэтому давайте прощаться. Мы желаем вам успехов. Надеемся, что ваш репертуар будет расширяться. Что коллеги вас будут любить. Это очень важно в творческой среде. И что ваш путь будет такой же светлый, каким вы предстали сейчас перед нами в этом небольшом интервью. Человеком светлым, добрым, мудрым, умным. Как и должно быть у талантливого человека. Всё светло и достойно. Поэтому мы вам желаем успеха. И будем ждать новых песен. Будем ждать вас в России. И будем надеяться, что ваш репертуар на русском языке будет расширяться. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. И, пожалуйста, новогоднее пожелание нашим слушателям. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши заветные мечты сплывались с любовью, Димаш Кутайберген. Спасибо. А мы вам желаем ещё благополучия и чтобы все были здоровы. Наша передача подошла к концу. Напомню, что это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. А в гостях у нас был замечательный, знаменитый уже, яркий, молодой казахский певец Димаш Кутайберген. Прощаемся с вами до следующей субботы. «Виражи времени». Продолжение следует...